Для дрессировки, для вознаграждения собаки мы используем мясо или какую-то другую натуральную пищу, сыр, мясо, колбаса. Любой сухой корм, сам сухой корм, сухари, какие-то вкусняшки, которые продаются в зоомагазинах, это не самый лучший вариант, потому что собака их грызет, крошки падают, она их подбирает, когда все это происходит в движении, собака начинает кашлять, и плюс ко всему не так уж ей это интересно. По большому счету ничего лучше, чем обычное нормальное натуральное мясо для голодной собаки нет. Если она голодная, то совершенно легко с ней работать. Мы ее можем и сажать, и класть, и ставить, водить рядом, крутить ее вокруг себя, делать с ней все, что угодно. И если она это все, что угодно делает, то единственное, что остается, это обозначить каждое ее движение какой-то командой. И выработать у собаки понимание того, что каждой команде соответствует определенное действие. Если же мы берем сытую собаку, которую пытаемся кормить сухарями или сухим кормом, то ей это неинтересно, она отвлекается, и дрессировка продолжается очень и очень долго. Собака должна долго не есть столько, сколько нужно для того, чтобы она работать. Для какой-то собаки вообще не надо не есть, она все время голодная. То есть, какая-то собака, достаточно пропустить одну кормежку, для некоторых собак нужно двое суток. Все от индивидуальности зависит. Но если собака, скажем, уже была не кормлена несколько дней, она начала есть, то дальше нет необходимости постоянно ее несколько дней не кормить. И несколько дней, это, конечно, редчайший случай. То есть, нужно просто добиться того, чтобы собака поняла, что еду нужно зарабатывать. Что никто ее не будет кормить вот просто так на кухне. Потому что собака, которая имеет все, ей не нужно ничего. Она совершенно не готова к сотрудничеству с человеком. То есть, да, это добрые социальные животные, но у них есть свои другие интересы. И для того, чтобы главным ее жизненным интересом было стремление к человеку, к работе, нужно сначала с ней поработать реальными объективными факторами. С едой, игрушкой, поводком и просто общением. Все, вернулись обратно. Это, конечно, имело смысл. Для того, чтобы вы сделали определенное упражнение, запомнили определенную последовательность действий. Идем рядом, идем спиной, идем рядом, идем спиной. Но для собак, для ваших, это имело очень смутное вообще значение и смысл. Как таковой работы с собаками не было, потому что они не хотят есть. Но с этой собакой понятно. А эти-то почему не хотят есть? Голодные, честно, голодные. И ладно, встал, я не знаю вообще. А что значит голодные? Это значит, что утром не ела. Здравствуйте. Так сейчас сколько времени-то? Она во сколько ест? Она вечером не ела. Девять вечера. Нет, а утром она не ела. Не ела вообще не ела. Бедняжка. Сейчас время десять часов, еще десяти нет. Она во сколько завтра? Девять. Ну, славно. Это называется не ела. Это чуть-чуть домработница опоздала и кофе не подала. То есть ее с вечера не кормить уже? На путь. Ее ни с вечера не кормить. Не в этом дело. Не ела, это просто что было, какие события. А голодная, это ее внутреннее состояние. Она должна быть просто голодной. И вы сами определяете, сколько ее нужно не кормить. Или какая у ней должна быть доза этого корма. Все ясно. Байка. Все ясно. А почему это происходит? Потому что для вас на первом месте это доброта, гуманизм и то, что собака у вас сыта. Это вас хорошо характеризует. Но для дрессировки это очень печально. У вас должна быть сверх задача просто, чтобы собака работала. Но если она не работает, если она не концентрируется на вас, значит она не хочет есть. Не вопрос. Значит ты сегодня не будешь есть. Значит завтра я пойду с утра и посмотрю на поведение. Поставьте себе сверх задачу, что собака должна работать. Не надо их кормить постоянно. Кормить, кормить все у них хорошо. И тут вы еще чего-то им там приносите и предлагаете за эту ерунговину, какую-то вкусную кусочек корма что-то работать. Так не будет продвижения. Ведь весь этот общий курс делается за полтора месяца. Причем без напряга. Но если у собаки есть мотивация. Вы идете на прогулку и работаете, и работаете. Вот в этом должна заключаться ваша прогулка. Ваш стиль жизни. У вас должен быть интерес научить собаку. Понимаете? Это сверх задача. Я хочу ее научить за два дня. Что мне нужно? Чтобы она была голодной. Вот пусть она научится. Или она должна очень хотеть играть. Вот она научится, потом я ее покормлю. Вы же не морите их голодом в принципе. Вы им всего лишь предлагаете заработать эту еду. Так заставьте их работать. Для дрессировки, для вознаграждения собаки. Мы используем мясо. Или какую-то другую натуральную пищу. Сыр, мясо, колбаса. Это вкусность. Вот эта вот сухая фигня. Это вы называете вкусностью. Понятно. Вот собачка, конечно, с определенным обменом веществ абсолютно не откармливается. Очень голодная, постоянно. Но тем не менее. Понимаете? Все должно быть свободным. Когда и дрессировать его легко. Если он бегает за этим куском. Если ему кусок нужен, вы контролируете ситуацию. Если ему кусок не нужен, то вы ничего сделать не можете. Еще раз делаем то же самое. Точно. Важно смотреть за поведением собаки. То есть, никто не относится к собаке плохо. Никто не собирается морить ее голодом. Просто собака ставится в такие условия, что еду нужно зарабатывать. Берем еду. Предлагаем собаке совершить элементарное действие. То есть, бегать за рукой с пищей. Что, в общем-то, не является сложностью. Дворняжки на улице постоянно бегают по помойкам. Добывают там. Волк в лесу ходит, охотится. Поэтому, ну, то, что мы предлагаем собаке походить за рукой, чтобы получить еду, это такая малость. И если она даже этого не хочет, ну, просто эта собака заевшаяся, совершенно она не сфокусирует. Если собака у нас за рукой не ходит, значит, просто пропускаем кормежку. И следующую кормежку мы превращаем в дрессировку. И так до тех пор, пока она не начнет бегать за этой рукой. То есть, если собака не начала бегать за рукой, кормить ее не стоит? Естественно, ее просто не нужно кормить. То есть, мы просто кормление превращаем в работу. Не ставим ей миску где-то. А берем еды в карман, ставим эту еду перед собакой, она у нас ходит, и мы ей отдаем. Вообще, когда мы начинаем работать с собакой, самое оптимальное, скажем, недельку или две, покормить ее просто, постоянно из кармана. Не всегда это возможно, но если есть, скажем так, такой корм, который можно насыпать или накладывать в карманы, то лучше неделю или две подержать ее в таком режиме, что она еду получает просто на прогулке. За то, что она ходит за человеком. За то, что она бегает за рукой. Это приведет к нормальному, хорошему контакту и хорошей концентрации на человеке. Готовность собаки к работе. Потому что можно много-много изучать разных способов, техник, всяких фишек, но толку в них никакого нет, если собака не готова к сотрудничеству, если она не понимает, что человек контролирует ресурсы. И чтобы получить этот ресурс, нужно делать то, что он говорит. Нужно подстраиваться под человека.